Привет всем, друзья! Сегодня у нас на обзоре такая камера от компании Soko. Камера нового поколения. Камера у нас модель S70. Компактная, водонепроницаемая, небольшая, то есть полноценная экшн-камера. Ну, давайте посмотрим коробочку поближе. Ну и давайте посмотрим, что у нас в середине. Так, что это у нас? Ага, ну тут у нас благодарности за приобретение данной камеры. Далее, далее у нас первая вот такая вот упаковочка. Это у нас аксессуары для камеры. Давайте посмотрим. Здесь всяческие крепления. 3M-подушки. Обычный micro-USB и стандартный USB кабель. Инструкция по эксплуатации. Вот такая вот гарантийная карта. Вот. Ну, давайте по инструкции пробежимся быстро. Значит, инструкция у нас на английском языке. Присутствуют, друзья, также и русский язык. Сейчас мы его найдем. Вот. Ну, давайте так поочередно я пролистаю. Тут у нас основные положения. характеристики, ну и так далее. В общем, все как бы у нас хорошо на русском языке. Давайте смотрим дальше. Так, здесь, друзья, здесь непосредственно сама камера. Прикольно так упаковано. Вот в таком она у нас поролончики. Ну и вот, собственно, сама камера. Довольно-таки увесистая. Вот я держу в руках. Сувствую, ребята, что какой-то вес присутствует. Я бы сказал, даже вес мобильного телефона. Кнопочки у нас прорезиненные. Заглушка у нас идет на HDMI и на USB вход. Включение и режим фото. Ну, смотрим дальше. Дальше у нас вот такой сертификат. Множество всяких лейбочек. Так. О, друзья, ну очень приятно. В комплекте у нас запасная заглушечка. На наш HDMI USB порт. Если у нас первая вдруг где-то потерялась или еще что-то. Есть вторая. Браслет. Браслет дистанционного управления. И всяческие, опять же, крепления. Ну, мы крепления не будем разбирать. Они стандартные. Такие же, как примерно и в SG. Что сказать по браслету? Браслет очень мягкий. Очень приятный. Такой на ощупь. Резина, ну, невероятно какая-то такая вот приятная, нежная. Что-то похожее на soft-touch. Правда, вот про резину сказать soft-touch, ну, я бы не горячился с такими выводами. Смотрим, что у нас дальше. Сзади у нас на крышке задней браслета. Remote Control 2.4 Гц. Ну, всего лишь две кнопочки и индикатор. Браслет у нас регулируется. Но, в принципе, все как бы хорошо. Ну что ж, давайте посмотрим, что прячется за этой заглушкой. Обычная монета, друзья. Выкручивается. Без всяких проблем. Как я и говорил, здесь у нас HDMI и USB-вход. В принципе, друзья, что мне вот на первый взгляд так кинулось в глаза, то, что может быть непривычно, не понравилось. Хотелось бы, чтобы слот для карты SD был тоже где-то внешним. Вот. Но я так подозреваю, что он где-то в середине у нас. Что он где-то в середине. Так, это мы закрутим. Ну и давайте доберемся до нашей батареи. Довольно плотно. Плотно зажато у нас. Ну что ж, вот батарейный отсек у нас. Здесь у нас такая пенка, прокладка, уплотняющая, придерживающая батарею. Батарея вот такого формата. Значит, батарея у нас 3,7 Вольта на 1000 мА. Ну, в принципе, друзья, вот в отличие от камер SG, ну, тут чувствуется какой-то такой приятный вес. То есть, понятно, что батарея у нас намного круче китайских подделок SG. Вот. Что дальше? Дальше у нас идет вот такой вот слот для карты памяти. Значит, я уже вставил карточку. Уже пробовал на нее снимать. Дальше вы посмотрите уже тест по съемке. Вот, посмотрите, оцените, как она снимает. Ну, еще что здесь стремно, друзья, это, наверное, шлейф. Шлейф вот тут у нас к нашему экрану. Он открытый. Открытый. Хоть он и сильный нам не мешает, но я боюсь, что если при частном открывании и закрывании, он может просто повредиться со временем. Ну, ничего нет как бы вечного, да. Но, с другой стороны, для меня это вот как-то непривычно, неудобно. Ну, ладно. Давайте посмотрим на сам корпус. Что хочу сказать. Друзья, корпус в реале, реально, это все металл. Металл у нас здесь, но это все у нас алюминий, друзья. Все надежно сделано. Даже сам объектив выполнен в алюминиевом таком колпаке. Вот. Здесь у нас пленочка. На экране у нас также пленочка. Присутствует Wi-Fi. Снимает в формате 2К. Вот. Ну и, как видим, да, модель S70. Ну что ж, давайте посмотрим уже непосредственно, как она снимает. Сами тесты сделаем. 60 кадров при разрешении Full HD. Довольно-таки неплохо. Ну и еще немаловажным будет рассказать, друзья. Вот про такой кейс фирменный. Он продается отдельно. Кстати, в модели S60 он идет уже в комплекте. Вот. Ну, покупается он отдельно. Стоит в районе 10 долларов. Что он себя представляет, друзья. Вот такие вот выемки. Вот такие выемки. Сама платформа тоже снимается. Ну и давайте проверим, насколько он адекватен. Ну что ж, вполне все помещается, друзья, по размеру. Все удачно. С другой стороны у нас крышки. Сеточка для дополнительных аксессуаров. Здесь могут быть всякие у нас болты там и всякое такое и тому подобное. Что мне в нем чуть не понравилось, друзья. Ну, наверное, это вот все-таки какая-то раздутость вот эта вот по краям. Вот эти щели, может быть. Ну, может быть, я утрирую, конечно. Но несколько это так напрягает, скажем. В остальном, в принципе, друзья, он надежный, плотный и довольно-таки удобный в транспортировке. Если мы едем куда-то на природу, если мы едем что-то заснять, какие-то моменты. Ну, довольно-таки хорошо и удобно транспортировать его и эту камеру в этом кейсе. Взял меня, друзья, интерес. Захотелось мне сравнить габариты камер. Возьмем обычную SG-шку и сравним с нашей Soco. Ну, размер, вы видите, отличается несущественно. За счет, конечно же, нашего водонепроницаемого корпуса. Немножко он погабаритнее будет. Ну, и по весу, конечно, потяжелее за счет металлических вставок, я так думаю. А в остальном, в принципе, друзья, это одинаковые камеры, даже с одинаковым разрешением экрана. С вами был Санек и Камера S70. Ставьте лайки, подписываемся на канал и до новых встреч. Пока-пока!